Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Шапранова Татьяна. Я и практикующий косметолог, и преподаватель депиляции, и на сегодняшний день сертифицированный тренер компании «Игельтека». Сегодня мы будем говорить об осложнениях после депиляции, после эпиляции. Очень часто задаваемый вопрос, что делать, как буду делиться своим опытом и именно средствами «Игельтек», поскольку действительно есть такой опыт. И вначале мы с вами поговорим о возможных негативных последствиях после различных видов депиляции. Почему бывает, зачем и как это корректировать. После любого вида депиляции может быть непредсказуемый эффект по разным причинам. И, как правило, клиенты и мастера наши жалуются о том, что после восковой депиляции бывает сильное раздражение, бывают ожоги, риск врастания волос. Это самый, наверное, часто задаваемый вопрос, как избежать врастания волос. И гиперпигментация. После шугаринга также имеет место быть и раздражение после процедуры, отеки, простания волос очень часто, да, и пигментация в том числе. Ну, бритье здесь тоже имеет много разных негативных последствий, да, и как раздражение, порезы, царапины и, опять же таки, врастание волос. Удаление волос нитью сейчас особенно популярный метод у бровистов, у мастеров перманентного макияжа, как подготовка к нанесению татуажа бровей. А также вызывают, могут негативные эффекты. Это и раздражение в основном, опять же, врастание волос. Это самый часто популярный, такой наиболее популярный эффект, да, нежелательный. Плюс иногда бывает отечность. Фотоэпиляция и лазерная эпиляция тоже очень часто ожоги, отеки, жалобы на пигментацию. И электроэпиляция, да, то, что, наверное, самый такой единственный эффективный способ от избавления от волос навсегда, да, тоже имеет негативные эффекты, такие как раздражение, иногда впоследствии бывают рубцы, отечность сильная, да, ожоги тоже бывают, но реже. И также как гиперпигментация, так и гипопигментация, что тоже очень часто встречается. У каждого метода депиляции есть достоинства, есть недостатки. Нельзя говорить о том, что вот этот метод хороший, этот метод плохой, после этого метода бывает больше всего негативных эффектов, да, здесь не бывает, здесь подход индивидуальный. Я больше буду рассказывать о негативных эффектах после электроэпиляции и биометодов, хотя после лазерной депиляции мне тоже довелось ввести клиентов до заживления, от избавления от пигментации, но на сегодняшний день, да, больше вопросов именно после биоэпиляции, да, и электроэпиляция вызывает массу вопросов, поэтому буду больше ориентироваться на них, и, соответственно, у меня опыта больше работы именно вот с этими методами. Почему бывает осложнение, да, прежде всего это и очень часто встречается неправильно выбранный метод депиляции, можно материал подобрать, не посмотрев на кожу клиента, да, можно выбрать, например, вместо лазера лучше удалять волосы электро и наоборот, да, здесь нужно действительно правильно подбирать метод для того, чтобы избежать возможных осложнений. У каждого метода есть ряд противопоказаний, и им нужно четко следовать. Иногда клиенты наши приходят и говорят о том, что я хочу только вот это, я хочу пойти на электро, хотя, например, предрасположенность крупцовой ткани у клиента явно выраженная, да, и лучше применять какой-то другой метод, да, но клиент настаивает и, соответственно, все равно мы получаем такое осложнение. То же самое с самыми обычными методами биоэпиляции, да, хочу шугаринг, шугаринг не подходит, начинается врастание волос, да, другой метод не хочу, да, то есть здесь все индивидуально, и нужно плотно смотреть по показаниям, какой метод нужно выбрать. Очень часто от клиентов и мастера иногда между собой говорят, да, вот этот мастер плохой, непрофессиональный, он все неправильно сделал, да, да, иногда имеет место и непрофессионализм или неопытность мастеров в каком-то виде депиляции, да, то есть, например, встречаются неправильно подобранные настройки при фото- или лазерном удалении, неправильная оценка состояния кожи клиента на сегодняшний день, это относится ко всем методам, которые присутствуют у нас на косметическом рынке, да, то есть в салонных услугах, это действительно относится ко всем методам, поскольку очень часто лазерное удаление делается на темной коже или на коже после загара, или на травмированной коже делается биоэпиляция с явным, с явно выраженным воспалением, да, и здесь можно получить осложнение при любом методе. Халатное отношение – это, наверное, самая частая причина осложнений – это действительно халатное отношение пациента к рекомендациям специалиста или их полное несоблюдение. Мы с вами попозже пройдемся по протоколу, и из опыта могу сказать, что 50% рекомендаций по протоколу процедуры не соблюдаются, и поэтому картина иногда выглядит действительно плачевно. И общее состояние клиента нашего на момент прохождения процедуры также очень сильно влияет на осложнение. После депиляции, да, то есть общее состояние очень часто клиенты скрывают от своих какие-то воспалительные процессы, да, плохое самочувствие или же прием, например, алкоголя на кануне процедуры, да, такое тоже может быть. И здесь больше всего осложнений, особенно, я хотела бы отметить, да, во время депиляции области бикини часто умалчиваются какие-то заболевания, да, которые на день процедуры присутствуют, да, и тогда можно получить действительно серьезные осложнения. И уже здесь действительно какой бы метод вы не выбрали, даже если он подходит этому клиенту, и этот клиент его проводил уже неоднократно, и вы эту депиляцию получали уже неоднократно, да, и все равно можно получить любое осложнение в таком случае. Осложнения у нас с вами делятся на две категории. Это ранние осложнения, которые можно увидеть сразу во время депиляции, да, то есть во время проведения процедуры, и поздние осложнения, которые можно обнаружить только спустя 2-3 недели, и некоторые можно обнаружить и позже. Прежде всего, любая депиляция сопровождается легкой гиперемией, припухлостью, очень часто биодепиляция сопровождается еще и зудом, это нормальная реакция на удаление волос, да, это ожидаемые и нормальные осложнения, которые, собственно говоря, человек нормально переносит через 40 минут, да, если мы говорим о биоэпиляции, да, или же сутки-двое после аппаратных методик, эти проявления уходят, да, и все, человек остается без осложнений, да, то есть с нормальной кожей, и следуя рекомендациям, здесь никаких неприятных вещей быть не может. Ожог сразу во время депиляции может быть в любом виде, и в любом методе депиляции, и здесь может быть масса вариантов, это может быть и вина клиента, и также мастера, чаще всего это несоблюдение протокола процедуры, в случае аппаратных методов это некорректно выстроенная мощность оборудования, при свежем загаре это тоже относится к световым методам, при биодепиляции, да, то есть это некорректно разогретый материал, да, в случае воск, это воск, если сахарная паста разогревается, да, это и к сахарной пасте тоже относится. На что здесь нужно обращать внимание, всегда проверять оборудование непосредственно перед проведением процедуры, в случае восковой депиляции нужно правильно разогревать материал, если вы поставили материал разогреваться на максимуме, да, он остывать до нужной температуры будет медленно, и это свойство этого материала, если, например, сахарную пасту перегреть, она еще медленнее будет остывать, да, так получилось, редко встречается, сейчас мастера все очень трепетно относятся к материалу, да, но в свое время, например, в салонах можно было увидеть картину такую, когда выставлен на разогреве воск или сахарная паста, на максимуме выставил администратор, и мастер увидел эту картину только уже непосредственно работая с клиентом, да, несмотря на то, что материал начинает отверждаться, да, постепенно, но температура его выше указанной на графе, на датчике разогревателя, и во время нанесения можно поставить ожог, да, то есть ожог будет поверхностным, незначительным, но чувствительность у всех людей разная, поэтому нужно серьезно уделять внимание именно подготовке к процедуре. Далее есть кто-то, возможно, иногда выполняет у нас клиенты, и к нашим вебинарам присоединяются очень часто, еще и клиенты могут посмотреть их, да, если вы выполняете депиляцию в домашних условиях, и у вас не лазерное оборудование, да, там не электрокоагулятор, а именно либо воск, либо сахарная паста, их лучше не разогревать в микроволновке, чтобы избежать риска ожогов. Почему? Потому что это сложные материалы по составу, и температура разогрева этого материала в микроволновке будет давать каждому составу свою температуру, она может, вот это точно так же, как в супе, морковка холодная, тарелка горячая, поэтому не разогревайте биоматериалы в микроволновке, лучше приобрести специальный разогреватель, который будет держать нужную вам температуру. У каждого материала есть своя, так же, как у лазерного оборудования, так же, как у оборудования для электроэпиляции, есть параметры рабочие для каждой, для каждого клиента, да, под каждый тип кожи, по временным характеристикам, так же, у каждого материала для биодепиляции есть свои характеристики. Старайтесь их придерживаться, как бы ни было написано, что этот воск там не обжигает, полимерные воски абсолютно лояльны к коже, температуру нужно выдерживать строго указанную на упаковке к данному виду материала. Аллергические реакции, которыми может сопровождаться процедура. Ну, часто тоже, наверное, встречающиеся осложнения, это ранние осложнения, их можно увидеть сразу во время процедуры, в аппаратных методах, это вот часто на обезболивающие кремы, гели, которыми обезболивается процедура. На средства для депиляции тот же воск, тот же сахар, смолы, может быть индивидуальная непереносимость, и здесь нужно, опять же, если клиент первичный, нужно провести опрос на наличие аллергенов. В случае электроэпиляции бывает аллергическая реакция на металл, иглы для депиляции бывают из разных металлов, есть золотые иглы, есть серебряные иглы, есть смешанный медицинский сплав, и также вольфрамовая нить. Считается, что вольфрамовая нить меньше всего, на вольфрамовую нить меньше всего аллергических реакций, но у клиентов также могут встречаться и аллергические реакции на вольфрам. Это все очень индивидуально и подбирается под каждого клиента. Воспаление волосяного фолликула может быть как во вторичных осложнениях, так и в первичных осложнениях. Многие, как клиенты, так и мастера, наблюдают такую реакцию в гормонозависимых зонах, то есть это область верхней кубы, щеки, бакенбарды, в области подбородков, начинается сразу воспалительный процесс, высыпание. Основная рекомендация, обработка конкретная, такая этой зоны антибактериальными веществами, либо стоит все-таки отказаться от этой процедуры. И обострение герпетической инфекции. Несмотря на то, что герпес является противопоказанием для проведения процедуры любого вида депиляции, и эпиляции в том числе, когда клиент проходит курс либо лазерной эпиляции, или электроэпиляции, нужно порекомендовать, если клиент пришел на курс, нужно порекомендовать пропить курс противовирусных препаратов, прежде чем его начать. У биометодов, таких как воск и шугаринг, особой герпетической инфекции не считается противопоказанием, таким конкретным. То есть, здесь я бы хотела обратить внимание, если есть рецидивы частые, то когда клиент сообщает вам о том, что или вы видите явно выраженное обострение герпетической инфекции, делать процедуру очень корректно. То есть, не делать, например, тотальное бикини, либо не работать с губой, если это вульгарный герпес, на губе постараться. Я бы вообще не делала, и я стараюсь сама не принимать клиентов во время обострения герпетической инфекции, даже на обычную восковую депиляцию, либо на шугаринг, если еще перед электро, можно пропить курс, и как-то это контролировать, то в случае биометодов я стараюсь, например, отказать в процедуре тотального бикини. Можно сделать классику, можно всегда найти выход из такой ситуации. Но наличие вирусной инфекции может привести не только к сегодняшнему обострению, то есть сразу после процедуры, ну и в дальнейшем может вызвать врастание волос, например, в области бикини очень часто сопровождается герпесной инфекцией. И вторичные осложнения, которые поздние осложнения, здесь все-таки больше относятся к таким клиентским осложнениям. Повышенная пигментация. Есть у людей предрасположенность к пигментации. Здесь, ну, это если вы как мастер видите это, да, то нужно с осторожностью выбирать метод, который будет более щадящий для такого типа кожи. В основном это не соблюдение рекомендаций мастера. Сразу хочу сказать, да, у меня потом шпаргалки после вот этих вот слайдов, да, потом есть шпаргалки, но я буду сразу об этом говорить, да, в любом методе депиляции и эпиляции существует четкое правило. Особенно оно касается первых двух суток, да, то есть не загорать, не ходить в солярий, наносить обязательно средства с СПФ. Рекомендации очень часто не соблюдаются. Клиенты очень часто пренебрегают советами мастера, поэтому это самое часто встречающееся осложнение после процедуры депиляции. Рубцы, шрамы, причины их появления зависят не только от мастера, но и от клиента. Если это мастер, да, то здесь только может идти речь о неправильных выбранных настройках, да, и больше ни о чем. То есть или неправильно подобранном методе, как я уже вначале говорила о том, что противопоказанием к проведению процедуры электроэпиляции является предрасположенность к крупцовой ткани. Именно поэтому очень многие клиенты жалуются на мастеров и говорят, что вот мастер мне... Или на сам метод очень много жалоб, да, что метод электроэпиляции вызывает рубцы, вызывает пигментацию, вызывает шрамы, но достаточно провести первичную консультацию, пообщаться с клиентом, посмотреть на его кожу, да, и увидеть о том, что этот метод нужно проводить либо с крайней осторожностью, либо вообще его исключить, перевести на другой метод, или же остаться и каждый раз переживать, будет осложнение, не будет осложнение, да. Усиление роста волос, это также может быть осложнением после депиляции в обрабатываемой зоне. В случае аппаратных методов это только некорректное использование метода, да, или неправильно подобранный метод, но в случае обычной биодепиляции это нонсенс, да, потому что уже все давно прекрасно знают, да, что сколько природы дано фолликулов, столько их и будет с человеком практически всю жизнь. Может усилиться активный рост, либо же перерождение мягкого, светлого волоса в более жесткий, очень часто такую картину мы наблюдаем после бритья, волос становится жестче, ярче, точно так же любой метод может, если это может привести к такой картине, да, если это, например, абрив волоса во время биодепиляции, да, усиление роста волоса после всех других существующих методов. Врастание волос. Самый частый вопрос, который задают клиенты, а у меня будут врастать волосы, а у меня будут врастать волосы, потому что очень часто из неправильно подобранного метода, это, наверное, единственная вина мастера, да, то есть неправильно подобранный метод депиляции конкретному клиенту, все остальное неправильный уход, либо предрасположенность к врастанию волос, это видно сразу, и здесь нужно либо отказаться от процедуры депиляции на какое-то время, да, либо очень четко придерживаться рекомендациям мастера после проведения процедуры депиляции. И гематомы кровоизлияния. К лазерной эпиляции это совсем никак не относится, да, такую картину можно наблюдать только и то редко, на мой взгляд, да, сейчас мастера у нас все опытные, это только при электроэпиляции, когда игла может повредить сосуд, и то это практически встречается, ну, в начале курса, когда подбирается температура, когда выбирается количество тока, когда подбирается материал иглы, то есть в основном гематомы возникают после, встречаются чаще после биометодов, это самостоятельная депиляция в домашних условиях, да, или начинающие мастера, неправильно подобрав материал, могут поставить синяк. Бывает у клиентов предрасположенность к образованию гематом, да, здесь нужно просто с осторожностью выбирать метод депиляции. Дальше мы переходим к рекомендациям. Если есть вопросы, можно писать в чате, если вопросов пока нет, я продолжу. Подготовила небольшие памятки, прежде чем перейти к коррекции, да, осложнений при помощи средств, которых выпускает компания Гильтек. Этим рекомендациям, они базовые, у вас могут быть у каждого клиента индивидуальные рекомендации, поскольку все-таки имеет место, каждый человек непредсказуем, у каждого человека свои есть нюансы в уходах, да, но базовые рекомендации, они везде, во всех методах практически совпадают. После лазерной фотоэпиляции первые 48 часов, это стандартно избегать горячего душа, не перегревать кожу, не посещать сауну, бассейн, спортзал, и предпочтительно, на мой взгляд, тоже у любого метода, да, свободная одежда, чтобы избежать трения, и многие мастера рекомендуют, многие косметологи рекомендуют первые сутки и двое носить хлопковую одежду. Первые 4-5 дней после световых методов не рекомендуется обрабатывать кожу активными косметическими средствами, да, которые в своем составе имеют как эфирные масла, да, то есть имеют химические отдушки, также избегать желательно агрессивных процедур, это скрабы, пилинги, жесткие мочалки, и постоянно защищать кожу, ухаживать кожу очень мягкими, увлажняющими, лояльными средствами, да, плюс первые дни фотозащиты, кремы с фотозащитой должны быть не ниже 30, СПФ-фактор, да, в некоторых случаях, в случаях с лицом, на мой взгляд, даже не ниже 50. То, что между процедурами лазерной фотоэпиляции не рекомендуется загорать, поэтому, на мой взгляд, курс процедур световых лучше начинать в начале осени, да, то есть когда уже нет активного загара, если только ваш клиент не загорал активно, не проводил время на солнце, нужно дождаться, когда кожа посветлеет, и только после этого можно начать курс либо лазерной, либо фотоэпиляции. Также здесь такой нюанс, да, я написала, конечно, на слайде такой нюанс, использование искусственного загара, автозагара тоже очень сильно не рекомендуется, потому что такие средства имеют пигмент, и это тоже может привести к риску ожогов, непредвиденно может пойти процедура, поэтому лучше таких вещей именно при лазерной фотоэпиляции действительно избегать. после электроэпиляции первые здесь просто время увеличивается, первые 48 или 72 часа зависит от чувствительности кожи, не принимать горячий душ, я бы рекомендовала 3-4 дня прохладный душ, если хочется иметь хорошую кожу ровную после таких процедур, то лучше этот совет действительно соблюдать. Это не только касается непосещения саун, бассейнов, купания в открытых водоемах, именно даже принятие обычного душа, здесь вода должна быть прохладной. одежда точно так же рекомендована первые несколько дней хлопковая, чтобы избежать обильного потения, трения и раздражения кожи в местах депиляции. и если это подмышечные впадины, я специально отметила этот пункт, лучше не пользоваться дезодорантами, а использовать, если кто-то не может обойтись без дезодоранта, это тальк, присыпки, сейчас их очень много, косметические пудры, которые решают определенные проблемы, мастера или же косметологи знают, что есть энзимные пудры, которые немножко нивелируют выработку пота, они, конечно, не обладают дезодорирующими свойствами, но немножко снижают выработку пота, но дезодорантом лучше не пользоваться. Есть действительно тальки у некоторых брендов, которые можно использовать в качестве дезодорантов, но ни в коем случае не дезодоранты. И опять же избегать прямых солнечных лучей и использовать SPF. По протоколу электроэпиляция любой метод летом не рекомендуется делать, но как правило многие мастера и следуют уговорам клиентов и выполняют эти процедуры в летний период. Поэтому здесь включается дополнительный уход, о котором мы с вами сегодня и будем говорить. Кто к нам только что присоединился, мы сегодня будем и уже начали обсуждать коррекция нежелательных проявлений после депиляции при помощи средств гильтек. Тема вообще очень большая. Мы сегодня обсудим первую помощь, что нужно делать, как себя ведут, какой протокол процедуры, обсудим еще врастание волос, да, и немножечко затронем пигментацию, но если данный вебинар будет интересен, то я пигментации после любых методов депиляции провела бы отдельно, потому что он по времени, наверное, займет больше часу, поэтому сегодня про него мы поговорим очень коротко, если тема будет интересная и нужная, то, конечно, сделаем большой семинар, посвященный этой теме. Почему еще у меня везде стоит значок, да, против солнца, перечеркнутое солнышко, да, потому что у каждого метода первое в рекомендациях избегать солнца. уход за кожей после биодепиляции очень короткий, включает в себя время 24 часа всего, я думаю, это очень легко можно соблюдать, но наблюдается картина, что клиенты, как правило, после депиляции могут идти и на пляж, и в солярий, в моем опыте очень много таких клиентов, которые совмещают посещение солярия и процедуру депиляции, хотя эти две вещи несовместимы, депиляцию нельзя делать как после посещения солярия в первые сутки, так и после депиляции нельзя ходить в солярий, нельзя загорать также первые сутки. Также не рекомендуется, чтобы избежать действительно раздражений, каких-то воспалительных процессов, не рекомендуется посещать еще и тренажерный зам, сауну, бассейны и не купаться в открытых водоемах, особенно в средней полосе. Если еще морская вода лояльно влияет на кожу, хотя также вызывает раздражение и очень часто клиенты обращаются с просьбой восстановить кожу, потому что купались сразу после проведенной процедуры депиляции. Также не рекомендуется принимать горячий душ. Это ограничение для тех, кто склонен к врастанию волос. Душ должен быть прохладный после процедуры. Как вы видите, практически все рекомендации совпадают. И первые сутки не рекомендуется пользоваться парфюмированными дезодорантами, которые могут вызвать это раздражение. И последний пункт, и он же у нас с вами первый, не загорать первые сутки. Очень многие средства постдепиляционные практически у всех брендов, которые представляют на косметическом рынке, воски для депиляции, пасты для депиляции, синтетические воски или полимерные воски. У всех в линии есть уходовые средства постдепиляционные, которые в своем составе содержат либо вещества, либо ингредиенты, которые обладают фотозащитой. И все равно непосредственно первые сутки после депиляции лучше наносить кремы, которые направленно защищают кожу от солнечных лучей. Что делать, если во время депиляции вы обнаружили, что что-то пошло не так? Я буду сегодня, кто только что к нам присоединился, я буду сегодня делать акцент больше на электроэпиляцию и биометоды. Я объясню, почему. Сейчас новое поколение лазеров, а я сама могу опираться только на свой опыт, и я уже в течение года не работаю на лазерных установках. Это временное явление, но первый пункт, который гласит прервите сеанс эпиляции, в том числе и биодепиляции, то есть сеанс нужно прервать, если что-то пошло не так. Немедленно охладить кожу, и это относится и к методам аппаратным, и также относится к методам, к примеру, если вы повредили кожу в подмышечных впадинах, либо в паховые области, или же это внутренняя сторона бедра, чтобы избежать гематомы, кожу нужно в этом месте охладить, обработать антисептиком любым, и нанести противовоспалительное, ранозаживляющее средство. Самый, наверное, популярный препарат, который рекомендован после процедуры, это пантенол. Как правило, даже если речь идет не об ожогах, пантенол в виде спрея, пены очень часто рекомендован в таком случае. Если это глубокие повреждения, то уже можно нанести левомиколь, но поскольку сегодняшний наш вебинар посвящен средствам Гильтек, компания Гильтек очень давно выпустила препарат в линии селектив, это интенсив регенерация, препарат был выпущен специально для проведения, для закрытия, для завершения агрессивных процедур, таких как химические пилинги, инъекционные методы, и очень хорошо показал себя в завершении процедур как лазерной депиляции, так и всех существующих методов. В моей практике я использую его практически всегда, даже если нет осложнений для завершения процедуры электроэпиляции и электрокоагуляции, при этом сразу же после процедуры у компании продается он вот в таких вот мини-дозах, я такую мини-дозу выдаю клиенту для того, чтобы он первые сутки, первые двое суток мог контролировать обработанную поверхность, если все-таки это какое-то повреждение или же пошла нежелательная реакция, то интенсив регенерацию можно наносить 5-6 раз в течение суток постоянно, послойно, ничем не закрывая и он вполне заменяет и даже в некоторых случаях лучше и пантенол, и левомиколь, многие используют еще такой препарат как салкосерил, тоже очень эффективен на закрытие электроэпиляции, особенно гель очень хорошо помогает, но поскольку в составе интенсив регенерации есть и депантенол, и хитозан, и алоэ вера, и бета-глюкан, здесь скорость заживления и наверное ни с чем я не сравнила бы, поскольку здесь скорость заживления гораздо выше, наверное в два раза, да, и основная реакция, которая сопровождается процедура электроэпиляции, а я сейчас вернусь к этому слайду, сейчас одну секунду, я к нему вернусь, мы с вами такую картинку наблюдали, да, когда я говорила об осложнениях, вот ранние осложнения, у меня под фотографией удивленной девушки, такое левое фото показывает картину нормального проявления электроэпиляции, да, то есть поскольку красные точки, да, они у нас всегда после процедуры, покраснение, может быть, небольшое раздражение, да, то есть это нормальная картина, вот такая картина, как правило, заживает в течение недели, у некоторых клиентов могут оставаться следы до двух недель, в зависимости от типа кожи и глубины залекания волосяного фолликула, вот при применении в течение первых двух суток заживление укорачивается наверное ровно в половину, да, то есть в течение недели после применения интенсив регенерации кожа становится ровной и не видно никаких осложнений, это профилактика рубцовой ткани, да, склонен из клиентов все-таки к образованию рубцовой ткани, то здесь все-таки риск тоже снижается, но я стараюсь не брать клиентов именно с явно выраженной склонностью к образованию рубцовой ткани, поэтому как правило таких осложнений не бывает. Повторюсь, да, после процедуры электроэпиляции гель мы наносим и в течение суток можно двух, да, в зависимости от того, как клиент себя ведет, какая у него кожа, да, как он себя чувствует, можно использовать его два, три дня. Есть большой объем, да, есть, как я уже вам показала, у нас вот такие вот мини-дозы, после чего, если электроэпиляция выполнялась в области лица и, например, накануне критических дней вероятность мелких высыпаний и воспалений достаточно высока, тоже стоит порекомендовать клиенту вот такую вот мини-дозу или более крупный объем, да, для того, чтобы избежать в качестве профилактики, для того, чтобы избежать такой картины. мини-дозу это обычная депиляция, если биодепиляция, например, мы делали с вами шугаринг в области бикини и клиент активно потел, кожа раздражена, а у клиента предрасположенность к тому же врастанию волос. То тоже сразу после процедуры, после удаления остатков воска, удаления остатков сахарной пасты, если речь идет о процедуре бикини и удалении волос воском и подмышечных впадин и области бикини, если есть предрасположенность к вросшему врастанию волос, неважно какого характера, это может быть чуть-чуть попозже поговорим про врастание, да, это может быть врастание по сухому типу, это может быть воспаление, маслом эти области мы не обрабатываем. Вообще не рекомендуется после депиляции воском подмышечные впадины и область бикини обрабатывать масляным составом для удаления остатков воска. Лучше снять креву, в котором уже присутствуют вещества для заживления у многих брендов в такие кремы также может в состав входить и алоэ вера и пантенол, убрать кремом, а потом закрыть процедуру гелем интенсив регенерация, чтобы моментально убрать неприятные ощущения. В области бикини я сейчас пока говорю про восковую сахарную депиляцию. В области бикини очень часто после процедуры тотального удаления волос, это работа на достаточно глубоком бикини, если есть воспалительный процесс какой-то в организме, очень часто бывают микротравмы. И гель регенерация вам поможет здесь избежать и раздражения, и сухости кожи сразу после депиляции, после снятия остатков депиляционного материала в течение суток, также можно два, можно три раза наносить гель интенсив регенерация. Что еще хотелось бы порекомендовать, да, тоник с гидролизатом коллагена очень неплохо себя повел на больших площадях, в случае и перегрева кожи, это относилось к процедуре лазерного удаления, после электроэпиляции, ну и если очень сильное воздействие во время процедуры обычной восковой и сахарной депиляции, когда непредсказуемое раздражение на больших площадях. Вообще тоник с гидролизатом коллагена очень хорошо себя ведет и после обычных солнечных ожогов как успокаивающее восстанавливающее средство, да, потому что в составе его гидролизат коллагена эластин и сок алоэ вера, он очень хорошо успокаивает, убирает вот этот вот неприятный зуд, раздражение и после него можно нанести также верхним слоем гель интенсив регенерация, но это в случае больших площадей руки, ноги, спина, грудь, то есть там, где проводилась процедура депиляции. Что еще можно порекомендовать сразу после процедуры? Если ваш клиент склонен на тоже большие площади, в серии Bodycare есть у нас гель также с гидролизатом коллагена и соком алоэ вера. Вообще гель предназначен для аппаратных процедур, для коррекции фигуры, но поскольку состав его уникален, я бы точнее он прост и тем самым уникален, он очень хорошо увлажняет, убирает любое раздражение. Также можно завершить процедуру лазерной депиляции, как правило, после лазерного удаления волос рекомендуется кремы с увлажняющими компонентами, точно также применяются пантенол у каждого бренда, есть свои уходовые средства, но гель с гидролизатом коллагена вполне заменит в любой процедуре депиляции финальное средство, особенно если кожа склонна к сухости. Я на фотографии вот здесь внизу, я не знаю видно вам или нет ее как следует, это уже последствия после лазерной депиляции, когда был перегрев здесь как такового крупного ожога не было, но был очень мощный перегрев кожи и вы видите очень сухую кожу, желушащуюся, с легкой такой пигментацией и очень хорошо восстанавливает вот такую кожу, плюс это профилактика дальнейшей пигментации, да, то есть когда кожа восстанавливается очень мягко, без повреждений, без трещин, также очень хорошо этот гель повел себя при сухом врастании волос, вот про врастание я немножечко попозже прям поговорю, у меня там есть для такой комплект против врастания волос, да, очень хорошо гель себя ведет именно с вросшими волосами, поскольку сок алоэ вера еще обладает и противовоспалительным действием, все увлажняющие свойства его все очень хорошо знают, я не буду рассказывать и петь ему демферамбы, да, но еще и очень хорошо снимает воспаление, раздражение и не дает как раз образовываться вросшим волосам, при этом сухость, да, такую повторную после перегрева кожи, он тоже очень хорошо убирает, мне все время хочется перещелкнуть слайд, и по рекомендациям, что мы можем с вами предложить для защиты кожи, я сейчас пока рассказала вам о сосредствах, которые можно и нужно наносить сразу после повреждения кожи, если они случились именно на процедуре, если случился ожог после восковой депиляции, такое может быть, раздражение после шугаринга, активной гиперемии, в завершении не только самой процедуры, но и пост ухода, первое, что мы наносим после обработки антибактериальной, это гель интенсив регенерация, и сверху вторым слоем можно положить гель алоэ вера, и уже защитный крем с SPF 50+, почему я хотела на него обратить отдельное внимание, потому что в составе крема мультипротектор 50+, ойл-фри, практически нет масел, он не блестит на солнце, помимо фотозащиты он оказывает еще дополнительно увлажняющие действия и очень хорошо защищает поврежденную кожу от солнечных лучей, наносится он достаточно тонким слоем, его хватает на большую площадь, при желании можно носить и на руки, и на ноги, если вы идете на пляж или на какую-то прогулку, то после двух часов, несмотря на то, что у него фотозащита 50, его стоит влажной салфеткой удалить, и нанести еще раз, если кожа сильно подвержена солнцу. Дальше. Если депиляция проводилась на лице, после на второй, на третий день, когда вы уже при помощи интенсив регенерации восстановили, успокоили кожу, но опасаетесь каких-то осложнений еще дополнительных, я хотела бы обратить ваше внимание на три средства из домашней линии, это крем ночной увлажняющий и крем для комбинированной кожи с SPF 15 и также на увлажняющий профессиональный продукт из серии гидротейшн все эти кремы содержат пантенол и сок алоэ веры и будут служить не только защитой кожи в течение дня, но еще и профилактикой образования рубцовой ткани. Крем ночной увлажняющий соответственно можно наносить на очень сухую кожу. Под него все равно пойдет как защитное средство гель интенсив регенерация и в течение дня если напомню да у нас это лицо и на верхней губе бывают высыпания после депиляции или есть раздражение либо уже пошла пигментация либо был ожог на верхней губе сразу после процедуры депиляции первое что мы накладываем это гель интенсив регенерация да а после пойдет дневной крем для комбинированной кожи почему именно он да соответственно я уже сказала что в составе есть и пантенол и алоэ вера фото защита но еще и крем идет у нас с вами для комбинированной кожи которая склонна к жирности да чтобы избежать воспалительных каких-то проявлений после депиляции да вот этих отложенных проявлений да когда может произойти воспаление волосяного фолликула может как я говорила очень часто бывает накануне критических дней на верхней губе бывают высыпания постепиляционные такие неприятные клиенты на них жалуются чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие да лучше все-таки воспользоваться вот этим кремом но прежде чем нанести крем мы наносим интенсив гель интенсив регенерация и сейчас хочу рассказать подробнее больше о врастании волос это наверное был самый часто задаваемый вопрос наших клиентов как избежать задавали его на сайте и какие средства стоит применять то есть типов вросших волос очень много но мы с вами возьмем два основных это сухое врастание волос по типу колготок еще его называют да то есть когда при гиперкератозе волос растет вдоль кожи и глубокое растание воспалительного характера если этот процесс не корректировать то вросшие волосы могут стать действительно хронической проблемой и здесь нужно еще только на начальном этапе уделять этому внимания кто виноват очень часто тоже клиенты жалуются что вот была вот у этого мастера у меня после него врастают волосы либо я делала процедуру депиляции там до этого воском у меня стали врастать волосы а вот до этого я делала сахаром у меня стали врастать волосы да вот сколько людей столько и мнений существует многие жалуются что после лазерной депиляции начали врастать волосы как правило после лазерной депиляции жалуются на врастание волос на голени да там если в бикини и подмышках нет такой проблемы да то например честно могу сказать я не знаю каким лазером удаляли потому что сейчас еще и есть приборы для домашнего использования такие мини лампы с лазерной вспыши с лазерным наконечником да то есть я не знаю чем удаляли но жалобы были да и мы корректировали этот вопрос да поскольку было врастание на голени возможные причины это очень многие повторюсь я да списывают на мастера что что-то не так там нестерильные условия или материал не очень там хороший да прежде всего мастер это одна десятая часть проблемы вросших волос прежде всего это предрасположенность одну причину я вам уже назвала да это герпесная инфекция если у вас есть в анамнезе или у ваших клиентов есть в анамнезе часто рецидивирующий вирус герпеса то вероятность врастания волос будет толстый слой эпидермиса или гиперкератоз будет также предрасположенностью именно вот как раз к этому сухому врастанию есть генетическая предрасположенность к врастанию волос да и здесь только профилактика и только дополнительный уход поможет нарушение гормонального фона такой вот явный пример я специально прописала это на слайде да то есть это всплески эстрогена в начале менструального цикла и здесь можно перенести процедуру депиляции после критических дней да и не делать ее накануне потому что действительно и ношение гигиенических прокладок да и более плотная одежда в этот период могут спровоцировать не только на фоне на вот этом гормональном фоне да но еще ношение плотной одежды могут спропоцировать инфицирование и воспалительный даже процесс устья фолликулы да что тоже очень часто бывает да поэтому здесь процедуру стоит перенести на время после критических дней и совершенно спокойно без вросших волос кто делает депиляцию самостоятельно тоже хочу обратить на это внимание да то есть лучше делать процедуры после критических дней кстати болевые ощущения в этот период снижаются да и волосы дольше растут да потому что опять же таки весь иногенез да то есть иногеновые волосы в общей массе своей уже выросли во время критических дней опять же на фоне всплесков вот этого эстрогена вы только депиляцию сделаете да они опять заново выросли да здесь уже спокойно вы большое количество анагена выросло да вы уберете нормальное количество волос да они дольше не будут расти можно совсем так построить протокол процедуры чтобы волос рос медленно и не было у вас каждую вторую неделю желания удалять волосы да то есть нужно посчитать по циклу и вы избежите и врастания волос да и интервал между процедурами будет больше также бритье нитевое удаление прошу прощения бритье нитевое удаление очень часто провоцирует врастание волос особенно бритье если все-таки вы ваши клиенты любители бритвы то бритва должна быть новой как бы банально это не звучало более двух раз станком пользоваться нельзя поскольку девушки да и мужчины в том числе это делают в ванной из-за влажной среды на станке образуется большое количество бактерий при микроповреждении кожи да то есть травма неизбежна практически всегда может начаться и воспалительный процесс да при склонности опять же к гиперкератозу или просто сухой кожи может получиться и сухое врастание волоса подкожное и тоже вот один из факторов которые очень часто способствуют врастанию волос это постоянное ношение неудобного белья синтетическое белье узкая одежда и многие девушки женщины наблюдают врастание волос в паховых складках под коленями да в подмышечных впадинах да опять же из-за того что плотная одежда не дает нормально развиваться волосу а синтетическая одежда способствует воспалительному процессу в фолликуле да и тем самым вызывая такого вот воспаленного характера врастания волос это основные признаки что компания гильтект предлагает для борьбы с этим недугом с этой проблемой это практически все препараты из линии body care единственное я добавила сюда освежающий тоник с ахокислотами из линии whitening гель скраб энергии обновления несмотря на то что он предназначен для коррекции фигуры я специально на слайд поместила его состав его практически при коррекции всех осложнений депиляции которые я сегодня озвучила можно применять помимо антицеллюлитного комплекса пронолена там содержится экстракт фукуса кофеин эль-карнитин плюс эфирное масло апельсина и сам его абразив это мелкий помол пензы очень мягкий без острых граней который будет будет способствовать еще дополнительному обновлению кожи то есть это и сухое вырастание и излишнее шелушение кожи после например тех же ожогов небольшое осветление кожи если есть пигментация я сейчас перечисляю то есть все те проблемы которые возникают после некорректно сделанной депиляции и активно он помогает увлажнять кожу и подготовить кожу к нанесению последующих средств гель с гидролизатом коллагена мы с вами уже обсудили если мы уже с вами полноценно заживили кожу то уже можно ее начать скрабировать сразу хочу сказать когда еще например ожог не зажил или же после депиляции прошло мало времени первое скрабирование можно проводить где-то через неделю после проведения процедуры депиляции если мы говорим о скрабах с механическим абразивом даже с таким мягким то проводить процедуры такие жесткие можно как правило через неделю после проведенной процедуры депиляции не раньше а если были повреждения то только после полного заживления можно проводить такие процедуры дальше у нас идет гель с гидролизатом коллагена и алоэ вера который не только увлажняет кожу еще и способствует мягкому за счет того что в составе геля есть и коллаген и эластин я вернусь к предыдущему слайду как мне это сделать это сделаю я вот так за счет того что коллаген и эластина устье волос иного фолликула становится эластичным и волос начинает нормально расти то есть мы улучшаем состояние кожи при этом не давая и нейтрализуя врастание волос поэтому гель алоэ вера с коллагеном это лучший помощник практически от всех проблем которые можно встретить в процедуре депиляции и освежающий тоник саха кислотами он ускоряет обновление эпидермиса да и способствует увлажнению для кожи склонной к пигментации единственное почему я сегодня не буду говорить о пигментах после депиляции да потому что все-таки с пигментацией стоит начать бороться в осенний период я сейчас закончу с тремя хитами против растания волос озвучу все-таки средства которые активно помогают избежать и пигментации и ее осветлить кожу да после такой вот депиляционной пигментации пост депиляционной пигментации но протоколы и усугублять это я сегодня не буду потому что сейчас лето и можно хотя бы профилактически сейчас ее нивелировать чтобы не если она уже есть чтобы не увеличить ее не усугубить эту проблему а начать активно с ней бороться осенью но троник с гидролизатом коллагена ой прошу прощения тоник саха кислотами оказывает еще очень мягкое противовоспалительное действие и если есть склонность к врастанию волос воспалительного характера есть мелкие папулы выступают да то есть можно им обрабатывать зоны с врастающими волосами при этом он выравнивает цвет кожи да и этого на первое время будет вполне достаточно соответственно если вы будете применять тоник с ахокислотами то обязательно нужно будет использовать финальное средство с фотозащитой вот я уже чуть-чуть больше часа рассказываю да то есть время вебинара у нас подходит к концу но я продолжу если нет сейчас вопросов то я почему у меня ограничено очень интересно у меня ограничилось количество слайдов а нет и закончу я наверное на пигментации после депиляции да о ней подробно мы будем говорить с вами на следующем вебинаре но я все равно озвучу средства которые компания гильтек выпускает для борьбы с пигментацией да целая линия вайденек да это тоник с ах кислотами который который я вам только что рассказала да всесезонный пилинг это гель пилинг очень мягкое осветление но если есть сейчас уже на сегодняшний день такой вот период активного солнца пигментация и следы от депиляции то лучше все-таки пока воздержаться от осветления да и начать работу в более такой холодный период можно начать работу с пигментацией где-то в конце сентября в начале октября это не та проблема поскольку депиляцию вы будете делать все равно да и чтобы не усугубить не сделать пигментацию более глубокой или увеличить ее площадь то сейчас лучше воздержаться от осветляющих средств использовать больше средства защиты от солнца и максимальное увлажнение кожи я вернусь хочу завершить на средствах фото защиты да до то что фото защита до 15 да это крем для комбинированной кожи с SPF 15 увлажняющий крем из серии грид ротейшн на больших площадях да очень хорошо себя этот крем ведет на больших площадях это голени это и руки если появилась пигментация да это то чтобы защитить кожу и еще дать дополнительную регенерацию и заживление кожи и крем для комбинированной кожи SPF 15 у гидротейшн 10 солнцезащитный фактор да если вы собираетесь на пляж то или же вы находитесь большую часть суток на улице то конечно стоит обратить свое внимание на крем мультипротектор SPF 50 он подходит абсолютно любому типу кожи даже если у вас кожа склонна к воспалительному процессу да у вас жирная кожа в составе нет масел да и он еще оказывает дополнительного ухода эффект не блестит хорошо впитывается и я хочу с вами на сегодняшний день попрощаться поскольку время нашего вебинара заканчивается и если вам было интересно напишите продолжить ли эту тему постдепиляционная у нас с вами пигментация осталась врастание волос воспалительного характера я буду готова поделиться с вами своими наработками использования средств гильтек именно врастание воспалительного характера какие средства сразу хочу сказать что это серия антиакне да какие средства в каком протоколе в каком порядке да и работа с пигментацией работа с постдепиляционной пигментацией если вам будет интересно то такой семинар у нас вебинар будет в таком же масштабе в таком же варианте а сегодня я с вами прощаюсь всем хорошего дня и побольше клиентов и хорошего лето